Здравствуйте, уважаемые слушатели! Как обычно, по пятницам мы приглашаем к нам в долю женщин, которые силой своего духа и в то же время мощью своей женственности меняют этот мир к лучшему, успевают заниматься бизнесом и при этом оставаться женщинами в самом высоком смысле этого слова. Сегодня с нами коммерческий директор туристской фирмы «Лабиринт». Туристическая, наверное, правильно говорить. Татьяна Зотова. Нет, правильно говорить «Здравствуйте, туристской», потому что так написано во всех наших документах. Так, а с точки зрения русского языка, по-моему, нету вопросов. И эта дискуссия с 91-го года длится, и первый наш Верховный Совет Российской Федерации принял в своих документах закон о туристской деятельности, поэтому уже как бы это слово пошло. Прекрасно. Слушайте, вот, да, век живи, век учись. Я со своим гуманитарным образованием, журфак и МГУ, многолетним опытом работы в СМИ, вот даже не знала, что, оказывается, у нас не туристическая, а туристская деятельность. Все запомнили. 65 10 99 6 наш московский телефон, есть сайт финам.фм, заглядывайте на страничку программы в доле. Татьяна, расскажите, пожалуйста, что из себя представляет фирма «Лабиринт», на чем она специализируется и каков там ваш, собственно, главный функционал, чем вы занимаетесь? Фирма «Лабиринт» — это крупный российский туроператор. И один из старейших, насколько. И один из старейших, да, фирма была организована в 95 году. Интересно, фирма с 95 года ни разу не перерегистрировалась, не меняла свое юрлицо, хотя, может быть, это и не говорит о каком-то плюсе нашу сторону, а скорее о какой-то нашей косности. Фирма производит турпродукт, то есть работает как фабрика по производству товара, но этим товаром является турпродукт. Путешествие. Путешествие, да. Если вы заглянете к нам в офис, то офис организован по типу фабрики, то есть существуют цеха, и каждый цех имеет свою задачу. Эту задачу перед работниками цехов ставят конструкторы, дизайнеры, технологи. Отдел сбыта сбывает этот продукт, отдел качества проверяет этот продукт, то есть чисто фабричная система. Как интересно. Прямой клиент не может попасть к нам в офис, только лишь в плане какой-то специальных акций, специальных экскурсий. Агентства посещают отдельный офис, где они сдают документы. Наш покупатель – это не прямой клиент, наш покупатель – это агентство. 0,03% мы имеем продаж на прямого клиента в нашем, собственно, одном офисе для прямого клиента, а остальные наши клиенты – это агентство всей России. Можно сказать, что вы такой оптовый склад путешествий для… Нет, можно сказать, что мы прям обувная фабрика путешествий, которая производит большое количество обуви, а магазины из всей России эту обувь покупают для того, чтобы потом продать непосредственно частным лицам. Но при этой обувной фабрике есть маленький свой магазинчик. Как при скороходе там есть маленький свой магазинчик. По себестоимости? Ни в коем случае. Ни как при скороходе. Ни в коем случае, потому что та комиссия, которую получает агентство, мы не можем противопоставить свою продажу агентской продаже. И таким образом те 7 тысяч агентств, которые с нами работают, подвести и показать, что их работа ничего не стоит. А так было всегда? Это всегда компания «Лабиринт» была настроена на такого рода деятельность? Почему вы отказались от непосредственной работы с физлицами? Когда мы начинали свою деятельность в 95-м году, фирму организовали 4 человека. 95-й год, перестройка, авиационщики двое, журналист, радиожурналист. И акушер-гинеколог. И врачик, акушер-гинеколог, да, решили организовать туристическую фирму. Причем мы решили, что эта фирма будет заниматься именно Грецией. Будет называться эта фирма «Лабиринт» в плане Минотавр, Нитериадный и так далее. И Грецию мы эту планировали продавать той части общества, которая интересуется экскурсионкой. То есть любознательным потребителем. Да. Но выяснилось, что в 95-м году, как, впрочем, и в 96-м, и в 97-м, те люди, которые имеют деньги, в принципе, в экскурсионный тур не очень хотят ехать. Хотели ехать во всё включено? Они хотели ехать именно отдохнуть, да. А те люди, которые хотели бы поехать и познакомиться с легендами и мифами Древней Греции, они тогда денег не имели. Поэтому нам пришлось переориентироваться с мононаправления Греции на широкий мост туризма. Все операторы, которые начинали работать в 93-м, 95-м годах, все они, конечно, работали и как агентство, и как операторы. Постепенно шло развитие российского туризма, постепенно шло расслоение российского туризма, и начали вырисовываться фирмы-производители, фирмы-производители. Средницы, да. И фирмы-нишевые производители, которые могут быть очень маленькие операторы, они производят узконишевый продукт, но, тем не менее, они есть, и они нужны на рынке. Некоторые операторы стали строить очень большие свои сети продаж, свой большой ритейл организовывать. Но мы как бы не пошли по этому пути, потому что мы инвестируем в основном в продукт. Правильно или неправильно, история покажет, кто прав, а кто неправ. Но пока так вот развивается событие. Но судя по тому, что с 95-го года компания существует, развивается и пережила уже два кризиса, наверное, все-таки вы на правильном пути. Когда Гранул 98-й год, компании было 3 года, как вам удалось выжить? 98-й год, это, конечно, вообще никогда я не забуду в своей жизни, потому что сразу же где-то в 6 раз, в 6 раз доллар подорожал. Оплата происходила в рублях, то есть вчера нам люди оплатили одну стоимость в рублях, а сегодня мы уже должны перечислить за границу значительно. Из своего кармана. Да. И были очень тяжелые времена, большинство туристических фирм сократили очень большое количество сотрудников. Я просто горжусь, что мы ни одного сотрудника не уволили в то время. Но мы сотрудникам всем сказали честно, товарищи, ситуация крайне тяжелая. И во время кризиса, как будут люди ездить, куда, сколько их будет ездить, прогнозировать сложно. Предложение. Или люди идут домой в неоплачиваемый отпуск, или люди увольняются и ищут другую работу, или люди продолжают работать, но получают 25% от зарплаты с гарантией фирмы, что начиная с весны, с апреля, мы будем возвращать то, что мы вам должны. Потрясающе. Ни один человек не уволился, ни один человек не ушел в отпуск. Да, нас было тогда не так много. Нас было где-то человек 25. Но я должна сказать, что уже в декабре 98 года очень большие очереди сидели на покупку путешествий в Финляндию. Тогда мы еще были в ряду тех операторов, которые были и операторы, и в то же время работали с прямыми клиентами. Вообще у нас настроение нашего общества очень позитивно на путешествии. Я поняла однозначно, что мы будем на всем экономить, включая еду, но мы будем путешествовать. Это точно. У меня огромное количество друзей, которые достаточно невысокие заработки имеют, но при этом повидали уже весь мир, готовы спать в хостелах, передвигаться на тук-туках, но тем не менее путешествие – это приоритет. Мало того, наверное, все-таки играет роль наше достаточно северное расположение нашей страны. И как наши родители использовали последнюю самую возможность, чтобы нас повезти на лето к море, так и мы сейчас как угодно сэкономим, но детей на море надо отвезти. Поэтому я считаю, что туризм, конечно, это очень перспективен в России. И все больше и больше охватывает эта туристическая мода, она именно охватывает дальше провинциальные города, регионы. С отставанием, конечно, от Москвы. Обычно законодатель моды Санкт-Петербург, вторая Москва. Правильно, потому что граница близко. Продолжим после новостей на финале. Оставайтесь в доле. Сегодня с нами коммерческий директор туристской фирмы «Лабиринт» Татьяна Зотова. Татьяна, а все-таки расскажите, как получилось, что вы, человек с диплома кушера-гинеколога, приехали в Москву работать врачом, а оказались в турбизнесе? Еще несколько лет назад я такую фразу говорила. Кем вы были в прошлой жизни? Подразумевая, конечно, не что-то мифическое, а кем вы были до перестройки? Люди моего возраста, которым 50-55, их же очень перестройка погнула, поломала. И многие из них полностью поменяли свою судьбу. Я, окончив университет, медицинский институт, по распределению уехала в Пензенскую область, где достаточно успешно 10 лет работала как оперирующая кушер-гинеколог. И очень мне это дело нравилось. Боже, так вы еще и не просто кушер-гинеколог, а хирург. Я прям упорно делала такую именно карьеру, и когда возникла такая возможность поучиться в ординатуре в Москве, я была просто счастлива, потому что я попала к знаменитой академику Савельевой, которая светоч была нашего акушерства, и я с удовольствием училась эти два года. И затем я закончила досрочно эту ординатуру где-то в апреле, и понимаю, что мне нужно искать работу. Так получилось, что одно меня не устроило, другое меня не устроило. Я была еще юным москвичом, мне предложили неплохое место руководителям, но за 40 километров от Москвы мне показалось это невозможно. Сейчас я понимаю, какое-то было счастье против движения 40 километров. Но тогда я не водила машину и думала, как же это вообще так? Я только приехала в Москву и опять из нее. Может быть, да. И вдруг я встречаюсь с одним человеком, который говорит, вы знаете, лето наступает, сейчас все-таки в основном министерство все в отпусках, лучше заняться работой с сентября. А пока не могли бы вы выйти просто для интереса поработать, я создал небольшую туристическую фирму. Я говорю, да давайте лето, займусь я немножко туризмом. И вдруг оказалось, что это вообще новая жизнь. Это как вот, представляете, закончили вы там какую-нибудь журналистику, предположим. И вдруг сейчас вы идете учиться в какой-нибудь театральный институт. Я бы с удовольствием. Опять в молодую эту среду, опять что-то новое, то есть ты вторую жизнь начинаешь. Я была бы счастлива, но время и деньги, уже жизнь идет по накатанной, уже как-то куда? Вот это все где, на кого оставить? Как бы тут так получилось, что как раз 93-й, 94-й год, 5-й год, это были те годы, которые были для наших бюджетников самые страшные годы. Вот, и реально я в медицине получала в то время в районе 20 долларов в месяц. И когда я в туризме заработала денежку, я подумала, ой, давай я еще тут чуть-чуть поработаю. По шуршу. Да, первые года два или три мне снилось, как я оперирую. Два что? Скучала? Скучала, да, скучала. Вот, ну, все-таки это уже много времени прошло. Очень много людей именно с высшим медицинским образованием пришло в туризм во время перестройки. Очень много, и ты руководитель и фирм. Вы знаете, наверное, потому что врач все-таки сориентирован на общение с людьми, на общение с разными людьми, и поэтому врачу, наверное, в чем-то тут проще. Врачи, к тому же оперирующие, они привыкли к нестандартным ситуациям, они привыкли ответственность брать на себя, тоже это имеет большое значение. Если говорить о тех людях, которые пришли в туризм не из туризма, то, конечно, вот эти годы, 95-е, может быть, до 2000-го, очень легко было найти прекраснейшие кадры нетуристические в туризм с очень хорошим математическим образованием, авиационным образованием. Вообще в туризме, честно сказать, нужны люди с хорошим техническим или математическим образованием. Почему именно техническим? Но если ты работаешь на фабрике, то все-таки у тебя должно быть в основном образование, связанное с каким-то таким инженерным направлением, и мышление у тебя должно быть инженерное, логическое, системное. А уже когда ты работаешь в магазине и продашь, там больше подойдут гуманитарий, который расскажет, покажет, клиента заразит, сам заразится. А для создания продукта все-таки нужны больше технарии и математики. Поэтому у нас в фирме, конечно, приоритет людям с высшим образованием, любым техническим, математическим. Если плюс к этому эти люди имеют английский язык, то у них очень большие перспективы. Директор по туризму у нас имеет образование химическое, Менделеевский институт, с очень хорошим английским. Потрясающе. Пришел мальчик после вуза. Это он работает у нас, наверное, лет 13 или 14. Директор по продажам, у которого очень большой отдел продаж, это очень большое подразделение, и все сервисы ему подчиняются, это 15 городов. У него образование высшее строительное, то есть тоже очень системный человек. А вот исполнительный директор, политолог. Это дипломат тоже. Ну да. Поэтому, конечно, мы стараемся, железнодорожников, авиационщиков, автомобильщиков, математиков. Никогда бы не подумала. Вот кто нам нужен. С ума сойти. А все время есть некий голод в кадрах? Ну, в кадрах голод есть всегда, везде и во все времена, наверное, с античных времен в кадрах есть голод. Вопрос-то не в количестве, как бы, а в качестве. Периодически больше на рынок выходит сотрудников. Периодически становится дефицит кадров. Дело в том, что много лет наша фирма шла по пути поиска кадров, так называемых нулевок. То есть мы брали людей с хорошим университетским образованием. И обучая. Желательно бюджетным, желательно техническим, желательно хотя бы четверки-пятерки, чтобы у людей были, если у него при этом хоть какой-то английский, то это вообще просто прекрасно. Мы берем чека с нуля и говорим, мы вас берем на испытательный срок на три месяца. Вы проработаете месяц в визовом отделе, месяц в инфоотделе, месяц в бронировке. Через три месяца мы представляем уже что-то о вас, какое-то мнение о вас имеем. Но и вы имеете какое-то мнение об этой работе. Мы с вами встречаемся и вы говорите, где бы вы хотели работать. А мы в ответ говорим, что мы могли бы вам предложить. Но, к сожалению, чтобы из такого сотрудника сделать готового специалиста, который может самостоятельно решать проблему, который может сам что-то не просто креативить, а довести это до конца, два года нужно. Нет времени на это. Но когда фирма развивается быстро, то на это времени уже маловато. Поэтому в последние где-то года два-три мы начали брать специалистов со стажем. Здесь, конечно, есть свой плюс. Ты берешь человека и сразу в обойму. Но есть и минус. Он же, имея свой прошлый опыт, свое прошлое представление, которое может быть и для нас интересно и положительно, в чем-то оно может не очень нас устраивать. Поэтому, конечно, голод в кадрах есть. А сколько в компании человека? Около трехсот. Это очень много. Ну, может быть, это не так уж много. И на самом деле постоянно у нас стоит задача модернизировать и заменить, где можно человека компьютером. Потому что, конечно, человек на дурацкую работу не нужен. Он только разлагает человека. Но, тем не менее, много работы, которую пока может сделать только человек. До нашего эфира я разговаривала с вашей помощницей. У нас в фирме только штатных редакторов три. Три редактора у нас в фирме, которые только правят тексты. Больше ничего не делают. Да вы что? Да. Это штатные профессиональные редакторы на постоянной основе, которые каждый день приходят с утра до вечера, только правят тексты. Что это за тексты? Это сайт, это великое множество наших каталогов, это наши газеты, это великое множество там листовок, дополнительных сайтов и так далее. Ну, пытаемся, чтобы как-то все-таки на хорошем русском языке все это выглядело правильно. Ну, тоже стоит это недешево, честно сказать. Я представляю, вам как коммерческому директору это, наверное, должно быть особенно близко к сердцу. Но, опять же, я не понимаю, вы коммерческий директор. Вам пришлось получать дополнительное образование? Ведь это же совершенно такого, ну, определенного рода деятельность. Вы знаете, учишься вообще все время. Очень часто учишься на каких-то таких маленьких семинарах, которые проходят в рамках внутри сообщества. Это может быть как и в России, так и за рубежом. Туризм интересен тем, что общаясь постоянно, ежедневно с зарубежными партнерами, мы, может быть, одни из первых в обществе, все новинки очень быстро узнаем, воспринимаем и переносим на родную землю. Поэтому, к сожалению, специального экономического образования не удалось мне получить. То время, которое могла я учиться, я попыталась потратить все-таки, чтобы добить мой немецкий, и, не имея английского, хотя бы на какой-то приличный уровень вывести немецкий. А коммерция, это, конечно, опыт. Опыт. Опыт, да. Но здесь тоже и плюс, и минус. Об этом поговорим после новостей. Оставайтесь с нами вдоль и сегодня коммерческий директор туристской фирмы «Лабиринт» Татьяна Зотова. Мы вернемся через несколько минут. Сегодня с нами вдоль и коммерческий директор туристской фирмы «Лабиринт» Татьяна Зотова. Татьяна, ну, сейчас, если, опять же, человеку неискушенному задать вопрос, как вы себе представляете туризм в России? Он, наслушавшись всяких телерадиопередач, скажет, ну, мне кажется, что не все хорошо у нас с туризмом в России, там автобусы побились, а здесь компании обанкротились, и, в общем, неизвестно, куда, значит, вся эта индустрия движется. С вашей точки зрения, именно с точки зрения коммерческой деятельности «Лабиринта», туризм в России развивается в положительную сторону? Ой, конечно, туризм развивается в положительную сторону, и я бы не могла сказать, что есть какие-то особые проблемы в туризме в России по сравнению с туризмом в других странах. Вы хотите сказать, что мы стали путешествовать уже не меньше каких-нибудь англичан и немцев? Нет, ну, мы путешествуем на душу человека. Меньше, конечно, чем немцы и англичане. Не потому, что мы не хотим, а потому, что просто еще мы, может быть, не можем, да, так платить, как немцы и англичане. Потом не стоит забывать, что, да, всех курортов и немцам, и англичанам все-таки и ближе значительно, чем нам, билет дешевле. И, ну, с учетом того, что почти все европейцы с хорошим знанием английского, они могут выбрать себе не обязательно все включено, а и самые дешевые апартаменты, и найти, где покушать и дешево как-то сэкономить, используя такой инструмент, как язык. Но если говорить о проблемах в туризме, вообще в любой отрасли экономики существуют, существовали и будут существовать проблемы всегда. Так же и в туризме. Во всем мире, и в Америке, и в Европе, и в России туристические фирмы создавались, расцветали, банкрутились и будут это делать и дальше. Так же, как и авиакомпании, так же, как и банки, так же, как и любые предприятия, производящие опять ту же обувь, с которой я провожу аналогию. Поэтому, почему, может быть, особенно шумно реагируют люди на какие-то недостатки в туризме? Оказываясь за рубежом, большинство все-таки наших соотечественных без английского, не понимая, что говорят окружающие, чувствуют себя незащищенными, начинают нервничать. Им кажется, что что-то произошло невозможно страшное. Вопиюще. Хотя, мне кажется, значительно больше наших российских граждан пострадали от банкротства банков. Но когда они подходят под двери банка, и там на русском языке им говорят «товарищи, придёте завтра» или «придёте через суд» или ещё что-нибудь. И ты можешь на русском языке ответить, и на русском языке тебе дальше скажут. Ты просто, стоя на своей земле, более уверенно себя чувствуешь. Да, но ты возвращаешься к себе домой, к своей семье, и ты можешь, в конце концов, занять денег у родственников и прочее. Совершенно верно. Вот для того, чтобы так граждане не переживали, и это не перерастало в какую-то социальную напряжённость, государство всё время думает, как нам прогарантировать, чтобы при случаях банкротства операторов или там агентств всё-таки не пострадал потребитель. Что это делается? Это делаются различные инструменты, выводятся. Но уже, как вы знаете, давно законодательно введена в обязательном порядке при выезде за рубеж медицинская страховка. Хочешь ты, не хочешь, надо оно тебе, не надо, ты будешь застрахован по медицине. И это законодательно не только со стороны России, но и со стороны многих других стран, куда выезд просто не разрешён без страховки. Да. Везу просто не дадут тебе всё. Да. Что бы с тобой ни случилось, ты должен быть поддержан со стороны страховой компании. Раз. Достаточно популярной мерой, хотя и не обязательной пока, является страховка от невыезда. Да, страховка от невыезда, она стоит копеечку. Но она стоит не такую уж большую денежку. В принципе, если люди берут тур, например, за 2000 долларов на двоих, то, ну, просто выгодно им заплатить дополнительно 50 долларов, оформить страховку от невыезда. В эту страховку от невыезда очень широкий спектр возможностей включён, в том числе и отказ в визе. Отказали тебе в визе по какой-то причине, но ничего страшного, вернёт тебе страховая компания деньги, и механизм этот работает, достаточно чётко он работает, очень хорошо. Тот же Альянс, бывшая Росна, работает с этим невыездом, ВСК работает с невыездом, и другие страховые компании. Очень активно это предлагается на рынке. Платить не хотят, потому что всё-таки 50 долларов денежка. И, как всегда, мы думаем, ну, в суд меня не вызовут, что тоже покрывает страховка от невыезда, если ты не можешь поехать. Ногу я не сломаю, что тоже покрывает страховка от невыезда, ты не можешь поехать. А потом, как бы, возникают неприятные ситуации. Ну, интересно, а если опоздал на самолёт? Если ты опоздал на самолёт, то в некоторых страховка, она, как бы, как любая страховка, имеет перечень возможностей и имеет стоимость. Есть минимальная стоимость, есть средняя, есть расширенная, которая вообще всё включает. Опоздал на самолёт, вот тебе вернули твои деньги. Вот, обычно, вот мы предлагаем ту страховку, которую опоздал на самолёт, включают. Не первый раз слышу, я не знала, что даже существует. Это достаточно, это достаточно распространено, но, опять же... Простите, если ты, например, вылетел, провел прекрасный отпуск и на обратном пути застрял в аэропорте, в аэропорту, то тоже... Нет. Вот это нет, да? Это называется именно страховка от невыезда. Страховка от невъезда? А вот страховки от невъезда, это мы должны поставить задачу перед страховыми компаниями, что новый продукт надо разработать. Вот. Неплохой это продукт, и не так уж эта дорога стоит. Я считаю, что очень это... Особенно вот для родителей с маленькими детьми, для пожилых. Ну да, денежка, но зато ты более спокойно себя чувствуешь. Но это как бы один момент. Второй момент, это момент финансовой гарантии. Финансовые гарантии, они введены, наверное, года три или четыре назад. Несмотря на то, что лицензирование снято в России, раньше, когда мы начинали только работать, лицензирование это было очень жестко. То есть должен был человек быть со специальным профильным образованием. Или должен быть человек с опытом работы до трех лет. Слава богу, что среди нас был один человек с дипломатическим, вторым он был журналист, и второе образование дип-академии, и это входило в профильное образование. Сейчас лицензирования нет. Честно сказать, не очень я, может быть, с этим согласна. Но, тем не менее, так оно есть. Зато денежный ценз. Но существует сейчас система фингарантии. Система фингарантии, она распространяется пока в настоящее время исключительно на туроператоров. Смысл заключается в том, что ежегодно туроператор должен оформлять фингарантию, которая или банковская она, или страховая компания за тебя дает эту фингарантию. Эта фингарантия может быть на 30 миллионов рублей, может быть на 100 миллионов рублей. Но она обязательно должна быть, если фирма хочет работать как производитель. Хочешь шить ботинки, ты должен эту фингарантию сделать. Хочешь продавать ботинки, уже не надо. Уже не надо. Да. Если оператор имеет в холдинге несколько фирм, значит, каждая из этих фирм должна иметь вот эту финансовую гарантию. Зачем эта финансовая гарантия? И эта финансовая гарантия именно дает возможность в том случае, если какое-то неблагоприятие развития бизнеса, если банкротство оператора, банкротство этой обувной фабрики нашей гигантской, то существует вот такой денежный запас, который даст возможность... Парашют такой. Даст возможность всех людей не только вернуть назад, но и при этом тех людей, которые купили новые путевки, но не смогли выехать, им деньги вернуть. То есть, правильно ли я понимаю, что при такой системе фингарантий на рынке остаются только самые крепкие, самые опытные, самые сильные компании? И это, наверное, хорошо для потребителей? Или я ошибаюсь? Ну, для потребителей это неплохо. На рынке остаются те компании, которые считают, что они могут себе позволить, им нужно эту фингарантию сделать. Если они считают, да, я могу оплачивать это достаточно дорогое требование, эту фингарантию, но я буду оперировать, значит, эта компания остается. Я считаю, достаточно умный шаг со стороны вот именно законодателей наших. По крайней мере, это какая-то защита потребителей, уже поувереннее все люди чувствуют. А есть какие-то специфические особенности именно у российского турбизнеса, бизнеса, которые только свойственны нашему мышлению, стилю общения или законодательству? И что из западного стиля туристического никоим образом не может быть на нашей почве привито? Вы знаете, вот если честно сказать, моё личное мнение, у нас туризм развивается точно так же, как он развивался в Европе. Только у нас идёт отставание лет на 15-20. На Украине он развивается точно так же, как в России, только отставание идёт лет на 7. В Казахстане сейчас он начал опять так же развиваться, только отставание от Украины ещё там лет на 5. А все вот эти этапы, они все как бы одинаковы. Сейчас в Европе осталось всего лишь несколько крупных операторов, сверхкрупных операторов, которые построили большие холдинги, в которые входит операторская компания, собственная сеть реализации, или своя, или аффилированная авиакомпания, собственные принимающие компании на курортах. И по той же, но при этом существуют и независимые, конечно, агентства, или очень маленькие нишевые операторы. То же самое у нас сейчас происходит. То есть у нас сейчас выкристаллизовывается несколько операторов очень крупных, остальные операторы, операторский бизнес у них сужается. Однако хотела обратить ещё ваше внимание на то, что в последний год у нас по распоряжению правительства в России создана такая общественная организация, называется она «Турпомощь». Вот мы, наша компания, является одним из учредителей этой организации «Турпомощь». Это как горячая линия какая-то? Или больше? Это организация, которая имеет перед собой совершенно конкретную задачу. В случае возникновения каких-то нестандартных, угрожающих ситуаций для туриста, организовать вывоз туриста из-за рубежа в Россию. В эту организацию не должен звонить турист и говорить, вы знаете, я заболел. Если ты заболел, ты звони в страховую компанию, которая тебя вывезет, госпитализирует и так далее. Не должен звонить турист и говорить, вы знаете, мне тот номер поселили. Но если что-то произошло, это что-то может быть что угодно. И там может быть банкротство оператора. И там может быть поломка самолета. И там может быть блокирование аэропорта вылета. И туристов надо переправить в другой аэропорт. Вот тогда это «Турпомощь». Это такая организация, она федерального уровня. Это туристический МЧС. Совершенно верно. Туристический МЧС, который должны быть членами, которые все операторы. Продолжим разговор с Татьяной Зотовой, коммерческой директор туристской фирмы «Лабиринт». После новостей оставайтесь дома. С нами Татьяна Зотова, коммерческий директор туристской фирмы «Лабиринт». Поговорили немного о туризме и вообще о законодательстве. Вот оказывается, надо же, «Турпомощь». «Турпомощь», да. Надо запомнить имя туристического МЧС. А сами вы, Татьяна, путешествуете? Есть ли у вас на это время? Какие у вас любимые направления? Вы знаете, честно сказать, я путешествую именно в те страны, с которыми мы работаем. И в основном это, конечно, бизнес, поездки. Поэтому я очень радуюсь, когда мы открываем новое направление, я могу что-то новое для себя увидеть. Вообще наши сотрудники очень много путешествуют. Когда человек приходит работать в туристическую фирму, он всегда говорит, «Ой, я так хочу много путешествовать». Но путешествие и командировка – вещи, конечно, разные. И когда сотрудник проработал 3-5 лет, ему совершенно все равно это Стокгольм или Тюмень, потому что он приезжает на 3 дня, эти все 3 дня расписаны, и он реально просайгачил эти 3 дня и улетел, не видя ни Тюмени, ни Стокгольма. Сапожник без сапог. Да. Конечно, такие туры, как инфотуры, мы называем это турами для обучения турагентств. Здесь уже мы посылаем сотрудника, который курирует эту группу и сам учится. Путешествует много наших, конечно, сотрудников. 65 10 99 6. Наш московский телефон. Нам Нина позвонила. Здравствуйте, Нина. Алло, добрый день. Слушаем вас. Во-первых, большое спасибо за передачу. Я почти всегда слушаю вашу передачу. Спасибо. Большое спасибо. Вопрос гостю. Скажите, пожалуйста, а вот имеет значение, ну вот я частное лицо, для частного лица купить путевку в агентстве или туроператора? Это первый вопрос. И еще, если можно, вы можете озвучить вот единую справочную вашей компании для частных лиц? Потому что у меня сейчас проблемы с интернетом. Спасибо. Первый вопрос. Конкретно вот производитель туруслуг фабрика туроператор «Лабиринт» продает по той же цене туры для частных лиц, по которой вы купите в любом турагентстве России. Таким образом, мы поддерживаем того продавца, то агентство, которое уделит вам час, два, три, которое выберет с вами «Лучший тур». И мы благодарны этому агентству, что именно наш продукт они вам предложили. Если же мы скажем, что вы знаете, Нина, вы придите лучше к нам, мы вам дадим 3% скидку, пусть ее не заработают, эту денежку турагентства, то это мы считаем неправильная система ведения бизнеса во взаимоотношении с агентствами. Поэтому именно туры оператора «Лабиринт» по одной цене вы купите в любом агентстве России или в нашем агентстве. Если это вам не так важно. Единая линия. Единая линия, вы знаете, есть. И на нашем сайте «labirint.travel» она стоит прямо на главной странице. Наизусть я ее не помню. Простите меня, пожалуйста, у нас этот телефон 15 лет, и я его не помню. Ну, потому что коммерческому директору не обязательно помнить этот телефон. Но зато я вам хочу сказать, что наш сайт называется «labirint.travel», то есть «домен travel». Не «ру», не «ком», а именно «travel». Тревел-путешествие не так часто использует этот домен «travel». Поэтому, если зайдете на наш сайт, мы вам будем очень признательны за внимание. Да, Анина, придется решать проблемы с интернетом. Смотрите, все-таки до Нового года осталось всего ничего, и, безусловно, огромное количество людей уже построило свои новогодние каникулы, уже запланировало поездки, все оплатило. Но, возможно, есть какие-то секретные лазейки для тех, кто хочет сейчас еще успеть вскочить в этот последний вагон. Наверное, сейчас все очень сильно дорого, а вдруг есть варианты. Что бы вы посоветовали людям, которые еще не определились с тем, как провести новогодние каникулы? Тута, большое вам человеческое спасибо. Я совершенно не планировала рассказать о конкретном продукте, потому что я думала, мы будем в общем глобально говорить о туризме. Поэтому, уважаемые господа, кто меня слышит и кто хочет куда-то уехать на Новый год, пока еще есть достаточно много возможностей попутешествовать. Это и Шри-Ланка, и Эмираты, и Гуа, и Таиланд. Теплые, экзотические страны. Но сейчас есть просто такое ощущение, что сейчас цены там просто в три раза выше, чем если бы мы покупали эти туры в сентябре. Ну, конечно, на Новый год всегда все значительно дороже, так же, как и на Рождество. А хочется немножко на халяву? Ну, это тоже, конечно, такое желание понятное. Есть, конечно, возможность ждать СПО специальных предложений, которые обычно за неделю выходят. И часто ими пользуются клиенты. Но кто эти клиенты? Это клиенты, которые собираются поехать один вдвоем, для которого не так важно этот отель или другой, которые... Без детей. Без детей, которые могут себе позволить вот это поиграть, все равно спецпредложения куда-то какие-то будут. Что-то все равно остается, и спецпредложения есть. Есть еще достаточно много предложений по Финляндии. Санта-Клаус нас ждет. Наш фирменный поезд «Зимняя сказка», который мы делаем, как наш эксклюзивный проект «Москва-равниеми», в городе Равниеми живет в Санта-Клаус. Мы Лукашку возили, это восторг. И еще есть там места в этом поезде, и еще там есть комнаты. И я бы хотела вот чуть-чуть похвалиться. Я прям придумала продукт, который мне очень нравится. Вообще, люди все, что они придумают сами, им все очень нравится. Продукт называется «Балтийский экспресс». Смысл заключается в следующем. 2 января мы садимся в поезд, который едет ночь, Москва-Таллинн. В Таллине утром мы вышли, получили экскурсию. Ночь переночевали в таллиннской гостинице. Второй день у нас свободный в Таллине. И вечером мы вернулись в наш же поезд, в наш же вагон и на наше же место, и поехали в Таллинн-Рига. Приехав в Ригу, мы имеем ночевку и два целых дня в Риге. Дальше в этом же поезде, потому что это специальный наш заказной поезд. Мы едем в Ригу-Вильнюс, где также мы проводим время в Вильнюсе. И после этого мы возвращаемся в Вильнюс-Москва. В этом поезде имеются вагоны. Плацкартные, очень демократичные по цене. По-моему, все путешествия, включая дорогу, эти все экскурсии, ночевки в гостиницах, стоят в районе где-то на человека при двухместном номере в районе 400-420 евро. Очень недорого. Потому что плацкартный вагон. Есть вагоны-купе, это уже, соответственно, подороже. И есть вагон из В. Это вообще, мне кажется, очень замечательный продукт. Очень романтично. Ну, романтично, не напряжно. При этом все три мы такие красивые столицы смотрим. И не бегом смотрим, а ночуем в столице в центре города. И возвращаемся в свое же место, в свой шпакон. Да, 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 да. К своим же проводникам. Здорово. Тань, ну скажите, все-таки, при том, что у вас там, вы говорите, нет времени на собственные путешествия, все только по бизнесу. Но ведь у вас внуки. И отдельным пунктом вашей биографии официально вынесено, что вы воспитываете двоих внуков. Чем вы с ними занимаетесь? Хватает ли у вас времени на общение с внуками? И приобщаете ли вы их к туризму? Я очень, конечно, сожалею, что времени на внуков маловато, если честно сказать. И хотелось бы, конечно, больше уделять им времени. И вижусь, может быть, не так часто, как бы хотелось. Да, несмотря на то, что они в Москве, несмотря на то, что рядом, в соседнем доме. Но, тем не менее, в бизнесе настолько интенсивно все, что все время думаешь, вот сейчас чуть-чуть, а потом ты можешь чуть-чуть вздохнуть. А потом какой-то вдруг новый этап, новый этап. И хотя теоретически понимаешь, что время это то, что ты же не остановишь, не повернешь, и знаешь это все теоретически, на практике не всегда получается, к сожалению. Но детей-то вы воспитали, слава богу? Ну, детей все мы воспитали. Детей все мы воспитали, потому что дети-то воспитываются в основном просто тем, что они живут рядом с нами и видят, как мы живем, и что мы делаем. И в воспитании это же не обязательно сидеть и пальчиком стучать. Хотя тоже это иногда надо. Но ваши дети каким-то образом причастны к бизнесу? Или каждый занимается своим делом? У меня дочь много лет работала в немецкой строительной компании, очень известной. После этого она ушла в декретный отпуск. И родив ребенка, она внезапно родила очень хорошую туристическую идею, которая называется «Отель «Мама и малыш». Смысл заключается в том, что когда она поехала с очень маленьким ребенком буквально несколько месяцев в отель, она поняла, что для мамочки с ребенком сложновато быть в отеле одной. Но отель может создать такие услуги, которые мамочке облегчат жизнь. В общем, вы действительно воспитали детей своим примером, вдохновили их на собственный бизнес и на собственные идеи. Буду счастлива, если это так. И вдохновили нас сегодня. Спасибо. С нами вдоль была Татьяна Зотова, фирма «Лабиринт». Оставайтесь в хорошем настроении весь день. Оставайтесь в хорошем настроении.